Август Это и сделала наша съемочная группа, чтобы осмотреть ассортимент и узнать цены. Наша белорусская красота, которую растит наша белорусская земля. Щедрая, богатая. Не только народом, но и плодами. В этом сезоне обилие овощей, особенно помидор. Томаты желтые, розовые, красные всех оттенков и форм. Абсолютно картинного вида, на любой вкус. И цены не заоблачные. Очень много помидор, конкуренция большая, урожай хороший. Так что будем снижать цены. Это радостная новость для нас, покупателей. Конечно, да. Все для покупателей. Шкловская диаспора на Могилевском базаре предлагает разнообразный ассортимент. Продаем мы недорого, 8-10. Мы пенсионеры. В общем, надбавка, пенсия хорошая. В этом году на рынке полно ягод и грибов. Черники осталось совсем немного, недельку-другую. А грибы, спасибо летним дождям, идут полным ходом. Здесь есть нюансы. По статистике, в четверти проб ягод и грибов, собранных на территорию области, фиксируется превышение радионуклидов. Но на рынке грязные дары леса обнаруживают реже. Может, продавцы знают, где собирать. Ну, лисички мы собираем, ездим собирать. Круглянский район. Значит, зона чистая, экологически. На сборе и продаж даров леса со своими родителями стараются заработать и дети. Тяжелый заработок? Очень. Что из заработка себе купишь? Много чего. В основном к школе одеваюсь. Лисички, черника и ежевика продаются сейчас по одной цене. Два-два с половиной рубля за литр. Студенты тоже активно подрабатывают летом. В семейных хозяйствах выращиваются зелень и овощи и продаются на рынке. Полагаем свежую зелень, овощи, лук зеленый, репчатый, чеснок. Все домашнее. Все экологически чистое. Да, все полезное, витамины. Сейчас на центральном рынке в Могилеве больше половины продавцов реализуют выращенное на своих крестьянских наделах и сельских сотках урожай. В сезон как минимум две сотни хозяев пополняют ряды на рынке. Есть на рынке и заморская продукция. Абрикосы, персики, нектарины, даже цитрусовая. Везут товары с Турции, Молдовы, Болгарии. Появились дыни-арбузы. Это тоже примета августа. Могу сказать так. Дорогие могилевчане, арбузы уже можно есть. Арбузы уже почти все грунтовые, сладкие, сочные. Так что если вы не ели до августа месяца, теперь можете смело есть. Средний арбуз обойдется покупателю в 10 рублей. Вообще на рынке в будний день не так уж и много покупателей. Людей нужно привлекать ценой и качеством. И они это оценят. Что покупаете? Помидоры, огурцы. Как цены? Цены, а в принципе ничего. Поддерживаем отечественного производителя. Вкус, качество, цена. Как цены в этом году устраивают? Нормально. Жить можно. В общем, приходите, покупайте, как говорят в нашей школе. Дорогие покупатели, чтобы вы так жили, как мы вас ждем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!